Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 4 декабря, в этот день во всемирной истории. В 771 году Карл Великий стал единовластным правителем Франкского королевства. В 1676 в ходе Датско-шведской войны 1675-1779 годов в битве при Лунде шведский король Карл XI одержал победу над датчанами. В 1866 родился русский художник Василий Кандинский. В 1872 американская бригантина Мария Селеста была обнаружена дрейфующей в Атлантическом океане без команды. В 1905 родился российский кинорежиссер Иосиф Хейфец. 4 декабря 1676 года в ходе Датско-шведской войны 1675-1779 годов в битве при Лунде шведский король Карл XI одержал победу над датчанами. На протяжении 16-17 веков Дания и Швеция вели многочисленные кровопролитные войны за преобладание в Северной Европе. К середине 17 века Швеция создала одной из сильнейших армий в Европе и начала одерживать победы. По Роскельскому миру 1658 года датчане потеряли свои владения на юге Скандинавского полуострова, провинции Сконе и Блекинге, а также остров Борнхольм в Балтийском море. Вскоре после этого шведский король Карл X Густав попытался окончательно разгромить Данию и присоединить ее к своим владениям, но потерпел неудачу. В 1660 году на престол вступил его пятилетний сын Карл XI. 12 лет спустя он был объявлен совершеннолетним. Почти сразу же Швеция, как союзница Франции, оказалась втянута в войну в Европе против коалиции государств, включавшей Голландию, Испанию и ряд немецких княжеств. В июне 1675 года курфюрст бранденбургский Фридрих Вильгельм в битве при Фербелине разгромил шведские войска, считавшиеся в то время в Европе непобедимыми. Водушевленный этим событием датский король Кристиан V в сентябре того же года объявил Швеции войну, рассчитывая вернуть утраченные владения в Скандинавии. Летом 1676 года датские войска высадились на юге Швеции и заняли несколько важных крепостей. Главные силы датчан в конце сентября встали на зимние квартиры в Северном Сконе. Шведский король Карл XI, собрав армию в 12 тысяч человек, двинулся на город Хельсенбург. Узнав о шведских передвижениях, датчане выдвинулись им навстречу. 4 декабря армия Карла XI, около 8 тысяч человек, и Кристиана V, около 13 тысяч человек, сошлись в сражении Прелунда, в городе, расположенном на юге Швеции. Эта битва стала одной из самых кровопролитных в истории Скандинавии. Несмотря на то, что шведы уступали в численности, они одержали победу. Особую храбрость проявил конный полк Лейб-гвардии, за что Карл XI наградил его большими серебряными литаврами. В следующие два года Швеция одержала еще несколько побед и вернула себе большую часть области Скона. Но неудачи на море помешали шведам развить успех. В сентябре 1679 года в Лонде между Швецией и Данией был заключен мир, сохранявший довоенные границы между странами. 4 декабря 1866 года родился русский художник Василий Кандинский. Один из лидеров художественного авангарда первые половины 20 века появился на свет в Москве в семье коммерсанта, потомка сибирских купцов. В 1871 году семья перебралась в Одессу, где его отец управлял чайной фабрикой. Там, наряду с посещением классической гимназии, мальчик учится игре на фортепиано и виолончели и занимается рисованием с частным преподавателем. С 19 лет учился в Московском университете на юридическом факультете, но позднее решил посвятить себя искусству. Определили его выбор впечатления от русских средневековых древностей и художественного фольклора, которые он получил в этнографической экспедиции по Вологодской губернии. Также на его выбор повлияло посещение в 1896 году французской выставки в Москве, где он был потрясен картиной Клода Мане «Сток сена». После университета Кандинский начал работать в Кушнеревской типографии. Через год художник уехал в Германию, где продолжил свое обучение живописи в частной студии в Мюнхене. В 1900 году он поступил в Мюнхенскую академию художеств, а через год создал художественное объединение «Фаланга» и школу. Затем Василий Васильевич несколько лет путешествовал по Африке, Европе и России, встречался с коллегами, принимал участие в выставках. В 1908 году художник вновь обосновался в Германии и, выработав свою оригинальную манеру рисования, организовал знаменитую группу «Синий всадник». В нее вошли такие экспрессионисты, как Франц Марк, Алексей Явленский, Мариана Веревкина, Пауль Клея. Считая главным в искусстве внутреннее духовное содержание, Кандинский полагал, что лучше всего оно выражается прямым психофизическим воздействием чистых красочных созвучий и ритмов. Драматургия картин маслом и акварелей строится за счет свободной игры цветовых пятен, точек и линий. В 1914 году Кандинский вернулся в Россию и осел в Москве. После революции 1917 года работал в отделе изобразительных искусств Наркомпроса, в Институте художественной культуры, преподавал в свободных художественных мастерских в Хутемасе и Московском университете, где получил звание почетного профессора. Занимался реорганизацией музеев в России. Был одним из организаторов Музея живописной культуры, вице-президентом Российской Академии художественных наук. В 1921 году Кандинский снова уехал в Германию, чтобы организовать в Берлине отделение Академии. И на родину больше не возвращался. После прихода к власти Гитлера перебрался во Францию. С началом Второй мировой войны художник принял французское гражданство. Он считался одним из ведущих мастеров и теоретиков авангардистского искусства. Его кисти принадлежат такие работы, как «Дамы в кринолинах», «Импровизация номер 7», «Смутная». Они находятся в Третьяковской галерее. Композиция номер 10 хранится в Национальном музее современного искусства в Париже и многие другие. 4 декабря 1872 года американская бригантина Мария Селеста была обнаружена дрейфующей в Атлантическом океане без команды. В тот день Дэвид Ритморхаус, капитан британского брига «Дэй Грация», в Атлантике неподалеку от Гибралтара заметил силуэт бригантины, которая безвольно качалась на волнах, совершая замысловатые зигзаги. На сигналы команда бригантины не отвечала. Когда матросы британского корабля высадились на борт Марии Селесты, так называлось «Таинственное судно», на палубе никого не было. Не было людей и внутри бригантины. Последняя запись в судовом журнале капитана Бенджамина Брикса относилась к 24 ноября 1872 года. Все выглядело так, будто люди только что вышли отсюда. Корабль не имел никаких повреждений. На столе были расставлены тарелки, ложки, вилки. У иллюминатора стояла швейная машинка жены капитана с неоконченным шитьем. В трюме находилось 1700 бочек со спиртом, одна из которых была неполная, не хватало третья. На судне не было обнаружено ни одной живой души. Все бесследно исчезли. 8 декабря британские моряки привели Марию Селесту на рейд Гибралтара. Чиновники британского адмиралтейства делали всевозможные предположения о судьбе команды капитана Брикса, опытного моряка, имевшего 20-летний стаж вождения парусных судов. Возможно, команду подобрало встречное судно. Прошло более месяца. О матросах с Марией Селесты не было ни слуху, ни духу. Следствие было временно прекращено, чтобы вскоре снова возобновиться. Что же произошло на Бригантине? Нападение пиратов? Бунт, вызванный пьянством команды? Тем более, что под кроватью капитана Брикса была обнаружена сабля с бурыми пятнами, похожими на кровь. Такие же пятна были обнаружены на палубе. Но океан упорно хранил свою тайну. Слухи о загадочном происшествии, подогретые в портовых тавернах крепким грогом и ромом, распространялись по всему миру. 12 марта 1873 года следствие было окончательно прекращено. Но история Марией Селесты на этом не кончается. Чего только не сообщали о Бригантине газеты. Писали о вспыхнувшей на судне чуме, о нападении гигантского кальмара или огромного осьминога, или морского змея. Нью-Йоркская газета «Таймс» заявила, что капитан Марии Селесты был буйно помешанным. Вот он и зарубил всех матросов, свою жену и дочь, которые были там же. Выбросил трупы за борт, а сам попытался уйти на шлюпке, но она затонула. Душа раздирающие подробности. Но это были только досужие выдумки, и тайна так и осталась тайной по сей день, несмотря на обилие самых фантастических гипотез. 4 декабря 1905 года родился российский кинорежиссер Иосиф Хейфиц. Будущий классик отечественного кинематографа появился на свет в Минске в семье служащего. Кино увлекся уже в школьные годы. В 19 лет приехал в Ленинград и через год поступил в Ленинградский техникум экранного искусства. Там он познакомился с Александром Зархи, который стал его близким другом и соавтором многих фильмов. Хейфиц писал небольшие рецензии на фильмы в журналах «Рабочая неделя» и «Кинонеделя». В 1925 году участвовал в работе «Общество друзей советского кино», которое возглавлял Феликс Дзержинский. В 1926 году стал одним из создателей «Киномастерской ленинградского пролеткульта». Учился на кинофакультете Ленинградского государственного института истории искусств. В 1927 году Хейфиц начал работать сценаристом на ленинградской фабрике «Совкино», ныне «Ленфильм». Совместно с Александром Зархи организовал молодежное объединение, первую комсомольскую постановочную бригаду и дебютировал как режиссер короткометражного фильма «Песнь о металле» и кинодрамы «Ветер в лицо». Широкая известность пришла к Хейфицу из Архи в 1935 году после выхода на экран комедии «Горячие денечки» о любви красноармейца-танкиста и провинциальной студентки. Однако их первым подлинным шедевром был признан фильм «Депутат Балтики», который в 1937 году занял гран-при международной выставки в Париже. В 1950-е годы в центре внимания режиссера оказались проблемы современности, а созданные им фильмы явились не только серьезными художественными достижениями, но и обозначили новые тенденции в развитии отечественного кинематографа. В этот период режиссер снял такие известные картины, как «Большая семья», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек». Затем Иосиф Хейфиц обратился в своем творчестве к русской классике, создав картины «Дама с собачкой» и «Плохой хороший человек» по произведениям Чехова, а также «Ася» по одноименной повести Тургенева и «Шурочка» по повести Куприна «Поединок». В то же время режиссер продолжал ставить фильмы, затрагивающие острые морально-этические проблемы современности, единственное впервые замужем. Отличительными чертами его творчества можно назвать глубокое раскрытие внутренней сущности героев. В фильмах Иосифа Хейфица ярко, порой совершенно неожиданно в сторон раскрылись актерские индивидуальности таких незаурядных артистов, как Алексей Баталов, Анатолий Попанов, Олег Даль, Владимир Высоцкий, Ия Савина, Людмила Максакова, Ада Роговцева. Всего Хейфиц снял более 25 художественных и документальных фильмов. Его работы не раз удостаивались различных кинематографических призов, в том числе были отмечены и на Каннском кинофестивале. Иосиф Хейфиц удостоен званий народного артиста СССР, лауреата Сталинской премии и героя социалистического труда. Летопись веков – это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok